вы на канале велес мастер друзья для того чтобы вы на одном дыхании посмотрели этот видеоролик у меня ушло три дня три дня я практически не вставал из-за компьютера чтобы вам моим зрителям максимально легко и доступно донести информацию уже более года я детально и подробно разбираю все события и документы которые касаются уголовного дела против зубкова олега алексеевича от гнединой анастасии у меня к вам лишь одна просьба поддержите меня подпиской на канал потому что более 70 процентов зрителей смотрят мои видеоролики без подписки а за последние три месяца мои видео посмотрели более 115 тысяч уникальных зрителей заранее всех благодарю встретимся лично в среду на прямом эфире и обсудим все судебные заседания присаживайтесь пожалуйста после технического перерыва слушания дела продолжается тем же составом суда мы переходим с вами к допросу свидетеля третяковой пригласите пожалуйста здравствуйте пожалуйста сюда подойдите всем еще раз здрасте добрый день представьтесь нам оксана геннадьевна мама анастасии гнединой оксана геннадьевна у нас слушается уголовное дело в отношении зубкова имеется подсудимый законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего скажите знаете указанных лиц конечно в каких отношениях состоите с ними но анастасия дочь моя олега алексеевича я знаю вот по процессу в рамках данного дела да да скажите пожалуйста имейте намерения какие-то оговаривать кого-то из указанных лиц нет нет финансовых обязательствах состоите нет абсолютно мы наоборот с уважением относимся к его детищу хорошо это к его а к ее а это моя дочь непосредственно понятно то есть это ваша родная дочь вы ее биологическая мама конечно вам разъясняются ваши права вы праве не свидетельствовать против себя а также своих родственников которым вы являетесь законным представителем также вы вправе давать показания на родном языке на языке которым вы владеете пользоваться бесплатно услугами переводчика приходить на допрос со своим защитником выносить жалобу на действия суда пользоваться иными процессуальными правами вам понятны ваши права да конечно желаете давать показания в том числе в отношении ваших родственников конечно желаете вы предупреждаетесь об уголовной ответственности задачу заведомо ложных показаний за отказ от дачи показаний за разглашение сведений предварительного следствия вам понятно да конечно вам нужно говорить правду и только правду переходим к вашему допросу пожалуйста гособвинитель скажите пожалуйста о тех обстоятельствах очевидцем тех событий очевидцем которых вы были 26 сентября 2021 года в парке львов тайган но мы приехали всей семьей в парк относительно произошедшего именно происшествие не все прогулки которая была да понятно мы прогуливались у нас уже в конце прогулки значит дочь ребенка покормила и выпустила немножко погулять мы стояли возле клетки где спали двое львов абсолютно спокойно значит и позвали анастасию что уже все устали и нужно ехать вот она берет ребенка на руки подходит клетки она от нас не знаю где-то метров шесть наверное было подходит клетки мгновенное падение сверху тигра удар мощнейший лапами двумя но и брызги крови и все это это сразу произошло когда она подошла к клетке я стояла разговаривала с мужем между нами бегал еще ребенок и вели на младшая дочь и значит она подходит и я не знаю это произошло мгновенно такое секундальное это просто вот не знаю как это описать мощнейший был удар о сетку рык но и брызги крови на лице дочери и внука вы наблюдали дочь с внуком вот когда она пошла в поле зрения находилась постоянно находилась конечно потому что я была так повернута я еще с ней переговаривалась а как ребенок не то что себя вел а как он находился можете описать вот он был на левой руке о матери до его положение тела его действия но как обычно полубоком сидит как обычно его держит ручкой между ног он рукой опущен натянулся клетки пытался схватиться еще иные какие-то действия совершал смотрите у него на тот момент прорезывались зубы и он бесконечно этот кулачок в рот совал постоянно чесал десна и мы бесконечно вытирали ему руки влажной салфеткой потому что он бесконечно их не вытаскивал изо рта текли слюни и поэтому эта рука постоянно у него мотылялась мотылялась между ртом ну вот у него в таком свободном каком-то хаотичном движении а вот момент когда находился возле этой клетки за секунду-другую до прыжка тигра где рука его было да я не знаю где конкретно она была у него постоянные хаотичные движения не было каких-то фиксированных моментов то есть рука у него постоянно телепалась в ротик вот так вот годовалый ребенок он не мог схватиться за него не мог схватиться тянулся к нему нет не тянулся я же говорю у него основная задача была часа десна он бесконечно я же говорю у него не было такого у него в руках не игрушек ничего сколько времени они находились за вольером я не знаю это произошло как-то но вот она подошла и мгновенная реакция тигра то есть мы то есть они не стояли не осматривали любовались нет получается так что мы стояли смотрели на этих тигров реакция была нулевая хотя с нами была 11-летняя дочь то есть реакция была нулевая мы спокойно стояли с коляской и только подходит она и резко так бах и все и вот эти страшные кадры сколько было расстояние между ребенком который был на руке и основным вольером с тигром она не было фиксированным он постоянно я же говорю мотылял ручкой постоянно в рот туда-сюда хаотичные движения поэтому зафиксировать конкретную картину я не говорю про ручку а если в целом а сам ребенок да он на руке и расстояние вот она стоит держит его на руке с ограждением но я не знаю сколько там ограждение то небольшое около 40 сантиметров от ограждения до сетки от сетки вот барьерное ограждение до анастасии 40 сантиметров тигр когда прыгал на сетку какими частями себя так скажем своего туловища он цеплялся за что значит какие то вот он прыгает с такой силой удар был сумасшедший вот такое движение вот у меня перед глазами двумя лапами синхрона за сетку схватился удар по сетке головой упирался зубами клыками либо это расстояние нет но вот это он ударился естественно там уже морда прислонилась и он там самой мордой вытянул за сетку немного то есть вот он прыгает об сетку удар и вы видите как ребенок закричал или как в дальнейшем нет сначала брызги потом крики то есть брызги потом крики то есть вы понимаете это не какая-то фиксированная картинка там тигр прыгнул лапы поставил или еще что-то это мгновенная сила удара бах брызги все тут вот такая вот ситуация секундальная в дальнейшем что происходило скажем уже случилось но все подбежал муж схватил ребенка он естественно откинулся назад он схватил его двумя руками чтобы он не опрокидывался зажал палец потому что с пальца висела какая-то жила вены видимо потому что такие какие-то эти висели это ужас и хлыстала кровь он зажал причем врачи сказали что правильно сделал потому что этот перепад температуры чтобы кровотечение не усиливалось вот он побежал в администрацию при повреждении пальца были еще какие-нибудь царапины выше абсолютно нет мы его пересматривали самое интересное хоть где-то хоть капелька чего-то абсолютно все целое было тельцей хорошо пока нет вопросов оксана владимировна поясните пожалуйста суду момент когда вы находились возле этой самой клетки с хищными животными кто еще был рядом с вами в непосредственной близости муж одиннадцатилетняя дочь и вот дочь с внуком еще кто-то был никого не было потому что когда произошла трагедия я кричала помогите и люди не дадут соврать я на каждого кидалась люди уже были ни одного человека не оказалось я кричала помогите помогите потому что младшая дочь упала на колени от ужаса это вообще просто в прострации в полной не понимая что вообще произошло и как ей вскоре плохо стало она сознание начала терять ну и все а муж побежал я сама в шоковом состоянии скажите пожалуйста первую медицинскую помощь где вам оказали значит в администрации вышла женщина администратор она проводила человека с ребенком в комнату какую-то вышла к нам спросила как и что произошло подошли какие-то сотрудники парни я так помню такие моложавые и она их отправила на место происшествия я ей описала где это произошло это происшествие она их туда отправила быстро туда бегите потом пошла после того как нас выслушала пошла обрабатывать раны ребенку скажите пожалуйста с какой целью она этих парней отправила туда не знаю сказала бегите туда с какой целью она не озвучивала с какой целью она пыталась нас выставить за территорию парка мы просили вызвать скорую я охранника уже просто за грудки трепала чтобы он вызывал он сказал пока олег алексеевич не даст нам добро я попросила всех прохожих мы были в роуминге не могли вызвать скорую у нас сбрасывала муж с малышом это вообще ни в каком состоянии ну вот я просила всех умоляла криком кричала администратор просила выйти за пределы и вызывать там скорую я говорю куда как там не дай бог ребенку плохо станет ответственности вести на себя самим вести мы не взяли так как с таким кровотечением мы очень испугались скажите пожалуйста потом вы как-то пытались связаться с директором зубковым олегом алексеевичем муж да я слышала что муж звонил ему он взял номер телефона у администратора и разговаривал с ним на предмет чего на предмет что произошла вот такая вот трагедия помочь с врачами куда вести впервые в этом месте и не знаем даже куда обратиться потому что ситуация была очень экстремальная олег алексеевич оказал содействие он сказал что он находится вне города по моему севастополе он сказал и сказал что обратиться к сотрудникам парка понятно скажите пожалуйста у вас дома имеются хищные животные если да то кто нет у нас дома нет хищных животных до момента как анастасия не забеременела у нас дома вообще никого не было до этого у нас был енот у нас были кошки которых мы отдали потому что они были у нас все на пересидки это все подобранные вылеченные и енот у нас тоже самое произошла на работе трагедия маму с енотами разорвали собаки и вот один енот остался это был маленький енот это вообще малепуська около двух месяцев сказал нам волонтер сколько он находился у вас дома но не знаю недели полторы наверное может меньше скажите это какой год это было до рождения ли она однозначно год я не помню я выставляла фотографии в интернете как раз мы его нашли я видео выставляла искали волонтеров кто возьмет вот женщина которая живет у нас в анапе у нее частный дом и пристройка в этой пристройке живут еноты целая куча потом эти с длинными носами муравьеды еще там какие-то она ими занимается скажите пожалуйста вы работали когда нибудь в медицинских учреждениях да я работала главным бухгалтером в каком году 13 лет назад больше нет вопросов ваша честь защита пожалуйста спасибо уважаемый суд уважаемая оксана геннадьевна извините что приходится задавать вопросы но это судебный процесс скажите пожалуйста в тот день 26 числа супруг покупал билеты в парк тайган да приобретал билеты и отдал дочери когда вы проходили контроль вам отрывали контролеры вам вручали подобный путеводитель по факту я вообще ничего не видела кроме билетов у нас билеты эти до сих пор дома лежат подобного формата да да но чуть меньше но картинка такая же в путеводителе не помните что было мы не пользовались путеводителем как все шли так и мы шли любовались всеми красотами на территории парка львов тайган вышли обращали внимание на информационные таблички стенды повествующие о мерах предосторожности честно говорю я видела таблички мы читали наименование всех животных кто в вольерах да кто что все остальное мы не обращали внимание я не видела какие-то таблички висели по парку а именно что информационная имеет значение нет скажите пожалуйста оксана геннадьевна вот эта решетка сетка соответствует той сетки который был огражден вольер с тиграми я не специалист но мне кажется да скажите пожалуйста вот с вашего расстояния как вы видели мы в суде пытаемся разобраться основное ограждение контрольное ограждение анастасия витальевна которая стояла лицом к вольеру и ребенок у нее на руке и где-то около 50 сантиметров по ее разговорам было между основным ограждением и тигром как произошел момент отсечения двух фаланг вы видели это как это произошло что это то ли лапой тигр через сетку вот так как-то прижал то ли палец попал туда и тигр вот так нажал его лапой то ли тигр вышел какими-то частями за пределы сетки что произошло я поняла что вы имеете в виду да я поясню смотрите ситуация по поводу пальчиков однозначно не цеплялся во первых у него были бы повреждения потому что ребенок хватается он годовалый ребенок если знаете статика в кулачке однозначно будут четыре пальчика участвовать это во первых там бы однозначно ни один палец и он не может так цепляться следующий момент давайте не будем размышлять говорите то что вы видели хорошо по поводу хватания ребенком однозначно исключен то есть ребенок не соприкасался не как он вообще потому что во первых мы ему не давали у него режется зубки у него постоянно течет слюна и рука это это постоянно у него во рту бесконечно вытирали ему пальцы антисептическим ребенок маленький чтобы никакого стоматита зараза в моем мозгу идеальная чистота ручки все то что в коляске много раз перетерла уважаемая оксана геннадьевна скажите пожалуйста допускаете ли вы что вашей дочерью анастасии гнединой могли быть нарушены меры личной безопасности выразившиеся в том что ребенок находящийся у нее на руках в какой-то момент какими-то частями тела туловище рукой оказались за контрольным ограждением и слишком близко когда махнул рукой к основному ограждению единственное что могу сказать по этому поводу за ограждение зайти она не могла так как она была до 40 сантиметров это максимум зайти не могла никак не могла она держала на руке стояла возле бордюра это вот только и могло быть над ограждением но вот чтобы просунуть нет что вы мы прошли весь парк прошли все клетки всех зверей любовались мы категорически не подходили не прикасались ни к обезьянам не к страусам павлины ходили мы все ходили боялись чтобы не клюнул не дай бог ребенок мы его так ждали для нас это не знаю счастью нет предела кстати почему вы его назвали ли он ну так не знаю почему так имя очень редко и очень редко и да я хотела его львом назвать но подумала что слишком как-то просто и решила интерпретацию иностранную вот и получился ли он у меня нет вопросов уважаемый суд защитник пожалуйста уважаемая оксана геннадьевна вы показания следователю следственного комитета по данному уголовному делу давали конечно говорите правду конечно вы предупреждены об уголовной ответственности скажите пожалуйста так все таки правильно как сказала сторона защиты да и все участники процесса что тело ребенка туловище ребенка за дополнительное ограждение в виде вольера не переходила полностью между барьером и вольером ребенок во первых находится на руках матери он сидел получается на левой руке вот она стоит у ограждения ребенок у нее на руке если вы считаете это переносом за ограждение то я не считаю вопрос в чем тоже хотел вам задать я его немножко перефразирую возможно он сильно на руке да надвисал над полостью вы видели могло быть такое или же он сидя на руке у матери да он не пересекал данную грань перила ограждение как там еще то есть вот эта полость вот есть вольер я поняла о чем вы есть заграждение да вот граница заграждение ребенок находится на руках у матери правильно на левой руке на левой же да мог ли он получается надвисать над этой пропастью или же все-таки нет его тело находилось за ограждением смотрите такой момент я находилась пять шесть метров от анастасии у меня картинка сидит ребенок на руках она стоит у ограждения все то есть переноса за ограждение ребенок не хватался это категорически исключено я вам уже говорила у него резались зубы там десна все опухшие благодарю уважаемый суд уважаемая оксана геннадьевна сейчас уточню все детализирую вы если я правильно понимаю отвечаю уважаемому государственному обвинителю видели как раз таки тот момент когда тигр прыгнул я правильно понимаю да да очень хорошо я не успела даже крикнуть очень быстро это произошло ясно ясно произошло молниеносно в этот момент ребенок ваш внук который находился на руках у вашей дочери выходил за барьер или был до барьера вы сказали что ребенок вместе с вашей дочерью находился вдоль барьера да я правильно вас понял да все правильно ребенок и ваша дочь стояли до барьера да то есть тело ребенка было тоже до барьера он сидел на руках не стоя Понятно, понятно. Вот смотрите, они стоят, я не видела переноса. Нет, я все видела. Я видела прыжок, эту трагедию, видела брызги, у меня до сих пор стоит эта картина перед глазами, этот бешеный удар, синхронный удар лапами. Я прошу прощения, ребенка вашего не заносила за барьер? Не заносила. То есть, все тело ребенка, который находился на руках у уважаемой госпожи Гнединой, находилось до барьера? Сама Анастасия стояла у барьера, дочь держала ребенка на руках. Я не понимаю, как в вашем понимании заносила, она не держала его между клеткой, он сидел на руках. Вот как ребенок сидит на руках. Когда он сидит на руках, я не знаю как. Вот ограждение, вот пошла полость, ребенок бы вот так висел, вот его плечико, крайняя его часть малыша, она находилась до или после ограждения. Смотрите, она вот так стояла. Она не могла так стоять. Ребенок увесистый, он у нас крупненький, он у нас толстенький. Вот так вот стоять, наклонившись с ним. Невозможно, она его держит, естественно, я так понимаю. Она его держит на руках, вот ограждение в любом случае. Ее локоть будет либо на уровне ограждения, либо над ограждением. Но ребенок не был за ограждением. Даже у нее в руках? Вот уважаемый суд вам наглядно продемонстрировал. Да, я поняла, о чем идет речь. Вот барьер, я прошу прощения. Вот я держу ребенка. Посмотрите, пожалуйста, в этой интерпретации ребенок находится прямо на барьере. Вы его так удержать не сможете. Ребенок сидит, он имеет какую-то. Ну, конечно. Он же сидит, он же не плоский. Итак, вот то, что он сидит на руках у уважаемой вашей дочери. Скажите, пожалуйста, туловище ребенка над барьером, до барьера или за барьером? Сто процентов над барьером, но не за барьером. То есть в ту полость часть ребенка, ни плечика, ни ручка не попадали? Ручка, конечно, он телепал этой ручкой. Рука могла? Заходила за барьер? Получается над барьером, да. Нет, не получается. Что вы видели, если вы не видели? Я видела, я же вам говорю, я видела, ребенок бесконечно рукой делал хаотичные движения. Я видела, как ребенок сидел на левой стороне на руках у матери, ребенок постоянно хаотично телепал ручкой, изо рта, и я вам еще раз говорю, эта картина не зафиксированная, я не знаю, сколько секунд прошло, резкий прыжок, удар об сетку, кровь и все. Это вот все, что вы сейчас говорите, зафиксированная картинка, вот стоите. Уважаемая Оксана Геннадьевна, извините, скажите, пожалуйста, ответь на вопрос, говорю ли я правильно, выходила за барьер? Над барьером, получается, ребенок сидел на руке, конечно. Ясно, тогда. Подождите, я тогда не понимаю, над барьером это как? Над барьером я себе представляю. Как это понять над барьером? Барьер тонкий? Ноги у матери вот здесь, а само тело могло быть над барьером. Могло? Или вы видели? Что видели? Я видела, как ребенок сидел на руках у матери, телепал ручками, подошла к барьеру, вот она, встала, подошла и встала, и случилась эта трагедия. То есть вы не видели, чтобы ваша дочь переносила ребенка за барьер, чтобы ваш внук, кроме ручки, переходил за барьер? Дочь не переносила, она держала на руках. Хорошо, позволите, ваша честь. Может, вернемся к этому вопросу чуть позже. Уважаемая Оксана Геннадьевна, видели ли вы момент укуса тигра вашего внука? Укуса нет. Видели ли вы момент отсечения пальца лапой тигра? Лапой нет, когтем да. Видели ли вы отсечение пальца руки ребенка, зацеп когтем тигра? Когтем тигра я видела. Тогда расскажите, пожалуйста, что вы видели? Каким образом это произошло? И что в вашем понимании отсечение? Отрыв пальца. Ну, вот как удар произошел. Это был удар тигра, когтем? Прыгнул сверху, и был мощнейший удар о сетку двумя лапами. Прекрасно. Ручки вашего ребенка. Я же правильно понял, пальцами не держался ребенок за сетку. Нет, не мог. Так, а как когтем тигр, как вы видели? Как тигр когтем зацепил ребенка? Каким образом это произошло? Пожалуйста, то, что вы видели, детально опишите, ответьте суду. Я видела, как прыгнул тигр, ударил мощнейшим ударом лап. Вот так вот резко зацепил, ручка дернулась и все. Нет пальца. Ручку сто процентов. По ручке был какой-то удар, или он, не знаю, зацепил когтями. Вы видели, что когтями? Когтями. Когтями какой лапы? Никакой обеими. Тигр бьет обеими лапами. Позволите, ваша честь. Мы все говорим понятием отсечения. Отсечение принято понимать, когда полностью конечность отсутствует. Отсечение показываю. Вот сейчас показываю. Какое здесь может быть отсечение? Что вы видели? Это что за отсечение? Вот вы сейчас показываете фиксированную картинку. Вы видели вообще падение где-нибудь в документальных фильмах? Я видел. Вы мне скажите, что вы видели? А я видела вживую, как прыгает тигр и бьет лапами. И поясните, пожалуйста, каким образом. Вот наглядно пример, вот данный вольер. Скажите, пожалуйста, образ тигра и как он зацепил ребенка? Удар лапами по сетке обеими лапами, когти оказались за пределами сетки. Это тоже верно. И произошел отрыв пальчика. А где ручка была? Получается, в промежутке была? Телепалась. В промежутке была? Да, хаотичные движения. Я же говорю, рука, он не фиксировал руку. Тигр прыгнул на вольер. Лапы тигра схватились? Там не лапа, он лапами, он не схватился. Он ударил. Хорошо. Вот он ударил, правильно? Да. Вот посмотрите, пожалуйста. Может вы реально фильмов пересмотрели? Я фильмы не смотрела. Кодекс тигра посмотрите, пожалуйста. А почему вы вот так бьете? А не вот так бьете? Вот так? Прекрасно. Вот так я ударил. Смотрите. Дальше вы сказали, что пальчики вашего ребенка, они не была зацеплены за сетку? За сетку не были. Прекрасно. Вы видели конкретно момент удара вашего ребенка? Видела. Видели? Внука, да. Скажите, пожалуйста, какой лапой, каким когтем, куда пришелся удар? Удар был обеими лапами, каким именно когтем была произведена травма, я не могу сказать точно, потому что это были подушки обеих лап, и это было мгновенно, секундально бах и удар и брызги крови, и все это не было в каких-то замедленных действиях. Нет, я для себя уточню, уважаемый суд. То есть, если я вас правильно понял, вы однозначно и точно не видели, каким когтем, какой лапой тигр прикоснулся к вашему внуку, так? Обеими лапами был удар об клетку и оторвался палец. Ручка была, получается, когда она держала между сеткой и дочерью. Скажите, пожалуйста, я понимаю. Я не вижу смысла задавать вопрос, потому что вы уходите от ответа, не отвечаете. Двумя лапами тигр ударил вольер. Все ясно, понятно. Можете ли вы конкретно сказать, пояснить уважаемому суду? Когтями правой левой лапы он задел ребенка, обоими когтями он задел ребенка? Если да, то ответьте, пожалуйста. Еще раз объясняю, что когда прыгнул тигр, ударил двумя лапами по сетке, брызнула кровь по ручке, ручка вот так отлетела. Конкретно каким когтем, какой лапы коснулся тигр вашего ребенка внука не видели? Я видела когти, я видела. Вы когти видели, я спрашиваю. Удар в соприкосновение лап тигра и малыша вы видели? Я видела, вот смотрите, ручка ребенка, вот она хаотична, он бьет, тут же бах и все, он же бьет по сетке, он же своим весом. А где ручка малыша была в этот момент? За пределами сетки между матерью, если бы она была в сетке. На каком расстоянии получается ручка была от сетки? В хаотичном движении она то приближалась, то отдалялась. Вот в этот момент поймал тигр. Он прыгнул в этот момент, когда, еще раз говорю, там не было фиксированной картинки. Вот ручка, вот пальчик, вот тигр, правая лапа, левая лапа. Извините, я перебью вас. Правильно я понимаю, что когда он размахивал ручкой, его конечности пальца были близки к вольеру, к сетке вольера? Да. Были близки? Да, я же говорю. Давайте так, непосредственно, ручка левая, левая же была? Да. Непосредственно левая ручка пострадавшая. На каком расстоянии была от вольера, к сетке вольера? Она то приближалась, то отдалялась. Разное было. Именно прыжок, значит близко без значит. Близко к сетке. Близко? Вплотную? Нет, не вплотную. А как? Примерно хорошо. От сетки сколько? Однозначно не хватало. Не хватало, я вас услышал. Примерно какое расстояние было? Я не знаю. Ну, примерно? 5-3 не знаю. Два там. Я вам говорю, вот постоянно. Я видела вот знак ручки, бах, и все, я еще раз говорю, я видела мгновение. Просто вы были очевидцем, смотрите. Поэтому юридически важно обстоятельства нужно понять суду, и всем участникам процесса о том, что ручка близко приближалась к вольеру, на какое расстояние. Мы спрашиваем у вас, как у очевидца. Вот когда ребенок махнул. И вообще я так понимаю, что конкретно была охота на малыша, потому что больше ни на кого другого. Вот старшая дочь была, на нее была реакция нулевая. Мы даже и не знали о существовании третьего тигра. То есть два спали спокойненько, а третий подходит. И резко падение, бах, удар. И я вот, говорю, это секундально. Вот ручка, взмах руки, бах, словил и все. То есть, вы не можете сказать, на каком расстоянии была ручка от вольера? Не знаю, пять-три, вот полет, вот смотрите, вот вы мне скажите, какое расстояние. Вот я взмахнула. Я-то не видел, но вы же видели. Вот я взмахнула, вы определите расстояние. Я не могу вам сказать, два-три тут взлетает, десять сантиметров тут, двадцать тут, три. Защитник, продолжайте. Так вы утверждаете, что тигр когтями двух лап прикоснулся к вашему внуку? Удар был двумя лапами. Каким он там потянул кофточку, что поближе, чтобы дерануть, значит, а вторым он, получается, отрезал, ампутировал. Вы не отвечаете на мой вопрос, Ваша честь. Прошу сделать замечание. Замечание делать не за что. Человек, может, не усваивает вопрос. Хорошо. Еще раз уточню свой вопрос. Видели ли, что когтями обоих лап, четырех лап, одной лапы тигр, зацепил ребенка? Вы такое видели? Или не видели? Видела. Тогда уточняйте. Когтями обоих лап ударил вашего ребенка? Когтями одной лапы, вторая лапа вспомогательная, работали синхронно. Одна лапа зацепила, вторая схватила сетку. Хорошо. Какой лапой он ударил? Вы можете пояснить суду? Правую, левую, от вас правая, левая, неважно. Поясните. Какой лапой зацепила? Давайте определимся с какой стороны прыжок тигра. По отношению к малышу как? Получается, как я видела для меня левая, если со стороны тигра, то правая. Принято. Очень хорошо. Видели ли вы, чтобы вашего внука тигр схватил за кофту и потащил к себе? Там не было такого, что он схватил и потащил. Там был удар одной лапой, цепляет по пальчику, другой лапой по сетке и получается синхронно. Видели ли вы? Ручка отскочила, удар по ручке был однозначно. Вопрос был несколько другой. Уточню еще раз, спасибо ваша честь. Видели ли вы, что тигр своим когтем, лапой, клыком, зубами, мордой коснулся до кофты вашего ребенка? Мордой, клыками нет, когтем, кофту, именно часть лапы, да. Какой стороны кофты задел тигр своей лапой? Какой стороной? Может, это был рукав? Рукав, грудная часть, спинная часть, кофта. Какая часть? Вот здесь, то, что было у него на ручке. На ручке? Значит, за рукав. Понятно, скажите, он к себе потянул эту кофту? Я там еще раз говорю, там не было, как вы говорите, потянул, там был просто удар по руке и все. Ясно, вы именно момент удара видели? Видела. Послушайте внимательно, соприкосновение когтя тигра с пальцем вашего внука, вы видели? Да-да. Удар был боковой, сверху, прямой, какой? Покажите. Боковой. Вот так вот понятно. Имело ли место быть следующему факту, а именно, что палец вашего внука после удара и во время удара был прижат к вольеру, он его зацепил и оторвал, сдавил и оторвал? Имело место быть? Нет. На каком расстоянии стоял ваш супруг? От кого? От меня, от дочери. От вас. Не знаю, может, в метре. Ясно, понятно. Мы стояли, разговаривали. Но вы все равно вместе были. Да, ну, получается, я была повернута к дочери. Она стоит, разговаривает. Вот здесь вот еще младшая дочь, и я вот между ними. Скажите, пожалуйста, вот одежда вашего внука куда делась? Ребенка увезли в больницу, в больнице осталась только дочь. Нас с мужем не пустили, были ковидные ограничения, и значит, с разговора дочери, приехали люди, взяли-забрали на какой-то следственный эксперимент. Ваша дочь, либо известно вам, подавали заявления, жалобы в правоохранительные органы, о возврате этих вещей? Нет, не подавала. Заявляли ли вы или ваша дочь, или ваш законный представитель ходатайства, о проведении экспертизы, подтверждающий факт того, что кровь осталась, биологические вещества вашего внука, тигра? На тот момент у нас не было ни представителей, ни адвокатов, никого вообще, следствие проводило проверку. И они истребовали эти вещи, и кому звонить, кого спрашивать, на тот момент нам было не до этого. На протяжении года мы проходили лечение у психолога. Ясно. Скажите, пожалуйста, уважаемый свидетель до барьера, до дополнительного ограничения имеется в виду? Внизу вот на земле плитка есть. Проще вопрос. Плиткой обложена земля? Ну, в смысле, дорожка с плитками от бордюра шла ограждение. На расстоянии скольких плиток ваша дочь стояла до этого барьера? Она стояла у бордюра, смотрите, но я не могу вспомнить, какого размера плитка в парке. На расстоянии нескольких локтей, это правда? На расстоянии чего? На расстоянии локтей, вы как раз мерили локтями, вы сказали на расстоянии локтя? Я мерила локтями. Вы. Где? В суде. Когда? Есть протокол судебного заседания. Что? Что я мерила? Задам вопрос иначе. Я не знаю, какой размер у плитки. Я не могу вам сказать. Расстояние, это был метр. Нет, это не метр. Ну, я не знаю, но сантиметров 10-15. Сантиметров 10-15, это вот столько? Вот так, да. До барьера? Да, стояла вот так. Поясню, почему она не могла стоять вплотную, потому что, во-первых, ножки ребенка можно придавить, а во-вторых, пачкать. Безопасность. Скажите, вы физические параметры вашего внука на тот момент знали? Допустим, длина руки, ширина тела, туловище, ноги? Ну, в сантиметрах, конечно, нет. А так могу сказать, никто не замерял специально параметры. Скажите, пожалуйста, до несчастного случая какие-нибудь замеры ребенка, за исключением веса и роста, производились или нет? Ну, конечно, никто никогда не производит замеры рук-ног. Скажите, пожалуйста, вы какие-нибудь фотографии вашего внука с разрешения вашей дочери, либо без разрешения, самостоятельно следователю предоставляли в части его физических параметров, как ребенок выглядит? Полненький, неполненький, высокий, ну и так далее? Именно следствие не предоставляли. Принято, ваша честь. Пока у меня вопросов нет, благодарю. Пожалуйста, подсудимый. Оксана Геннадьевна, вот внимательно разбираемся, спасибо большое, что помогаете, тигр – огромное животное, и пока у нас мнение, что двое лежали в вольере где-то вдали, а один спрыгнул сверху, и вот понимаете, тигр – 300 килограммов животное, 2,5 метра ростом, если он в прыжке подбегает. И вот так на сетку бросается, то это одна ситуация, он может сжать так, как вы сказали, лапами вверх, две стоят на земле, то это одна статичность, если 300 килограммов летят сверху с высоты 2,5 метра. Подсудимый, а откуда он там сверху может спрыгнуть? Ваша честь, там с правой стороны от места укуса находился зимний домик для тигров. Куда они заходят во время уборки вольера, зимой, вне погоды? Он в углу там? Да. Он высотой в 3 метра, и вот с этих трех метров, Анастасия сказала, что он выше ее роста, ну где-то метр восемьдесят, то есть очевидно не Анастасия. Невы не заметили там лежачего третьего тигра, и в момент, когда ребенок, махая руками, приблизился к вольеру, тигр среагировал. Что это принесли ему? Извините, несут ему мясо, и он прыгнул сверху. И вот этот момент, где летит 300 килограммов, прям четырьмя лапами сверху. Мы же пытаемся как по решетке, которая жесткая, как он в полете мог еще. Это действительно секунды, но одно дело. Он встал на дыбы, и снизу вот так вот, так вот статично. Он может пальцы вонзить, отковырять. Другое дело летит 300 килограммов сверху, мягкое такое животное. Он в полете. Ему еще надо развернуться. Поскольку вот домик, вот решетка, где Анастасия стояла, и здесь же стоит этот домик, то есть тигр, спрыгнул буквально параллельно решетке, и ему получается в полете нужно перевернуться и произвести какое-то действие, и поэтому я, пользуясь случаем, что Оксана Геннадьевна очевидец, вы точно утверждаете, что он сверху прыгнул, Оксана Геннадьевна. Да, он прыгнул сверху, вот так. Потому что это будет важно при зоотехнической экспертизе, и потом, как это могло произойти. Я никогда не забуду этот удар лапой, никогда не забуду. В общем, в тот момент, он и его задние ноги, не стояли с вами на земле, а именно это было в полете сверху. Да, это было в полете сверху. Спасибо. Он просто упал на сетку. То есть бежать он не мог? Нет, мы его вообще не видели, думали, что там два тигра. Прошу прощения, вы знаете своих тигров, он мог гипотетически находиться на этом домике. Ваша честь, они отдыхают наверху, он легко прыгает на высоту 3 метра, и отдыхал там наверху периодически, это часть вольера его. Вот и когда они воспринимают, что им дают мясо, только тогда на эти 10 килограмм, извините, родители среагировать, что ему что-то дают. Оно близко к сетке, и тогда у него рефлексы срабатывают, что это мясо. Оксана Геннадьевна, вы сказали правильно ли я вас понял, в какой-то момент, когда малыш махал руками, его ручка могла оказаться в 2-3 сантиметрах от основного ограждения вольера. Ну, вы так сказали. Да, я же говорю, хаотичное движение, оно в полете где-то 10, где-то 3, где-то 2, вот махнул и все, это был просто взмах, а там уже при взмахе, я не могу сказать. Спасибо, Оксана Геннадьевна. Да, и еще хочу заметить, вы говорите мясо, я согласна с вами, что это дикое животное, вопросов вообще нет, но еще говорят, в природе они убивают все потомство, не принадлежащее им, то, что пахнет мясом. Ну, в первую очередь, они охотятся на малышей. Почему такая реакция была у тигра на нас? На всех взрослых он не реагировал, это его сущность, никто его не обвиняет, он животное, никто не говорит, что он вот такой плохой, никто не говорит, что вы такой плохой, или вы специально хотели нанести вред, никто об этом не говорит. Ситуация произошла, трагедия, горе, ребенок остался инвалидом, никто не хочет у вас что-то отобрать, закрыть парк, ни в коем случае. Пусть люди ходят радуются, просто вот ограждение, если бы они были метр. Как бы там ребенок не махал руками, согласитесь, трагедии бы просто не случилось. Не хочу ничего сказать в ваше обвинение, ничего, просто констатирую и все. Понятно, у вас еще был вопрос. Поясните, пожалуйста, вы и ваша дочь, если мне не изменяет моя память, что о том, что полость между ограждением вольером составляет 30-40 сантиметров? Да? Вы говорите, что ваша дочь стояла от барьера на расстоянии 10-15 сантиметров. Если позволите, я закончу, если даже гипотетически представить, то, что вы говорите, суд даст соответствующую правовую оценку в совещательной комнате, если взять самые минимальные параметры 30 плюс 10, получается 40 сантиметров. У крупного ребенка биологические параметры руки составляют не более 25 сантиметров от плеча до большого пальца, у тигра коготь составляет 15 сантиметров. Почему мы пытаемся все задать вам вопрос? Так как, если 15 сантиметров остаются, если, как вы утверждаете, как и ваша дочь, мать ребенка за барьер не выносили. Каким же образом вы видели, что тигр когтем дотянулся до пальчика ребенка? Это я взял минимальные параметры. А теперь смотрите, я хочу уточнить, потому что все детали очень важны, вы говорите, на каком расстоянии стояла дочь. Вот бордюрное ограждение, она не может встать вот так вот, чтобы приблизиться вплотную. Правильно? Так ребенок был все-таки за вольером? Носочек я имею в виду. У нее тело не могло, находилось 10-15 сантиметров. Но ногой она стояла вплотную к бордюру. Подождите, я просто не знаю, там бордюры вплотную. Получается бордюр, ну вот, есть даже фотографии в следственном эксперименте. Перед бордюром идет ограждение, и бордюр держит это ограждение. Так ребенок был за ограждением или нет? Ребенок туловищем выходил за барьер или нет? Ребенок сидел на руках у матери, естественно на руке отклонения были над барьером. Он же не плоский, он не может с матерью стоять. Они не могут с матерью стоять на одной прямой. Тут важно не над бордюром, ограждением, а за ограждением. Смотрите, ограждение метр высота, в любом случае она стоит, она сама стоит, она уже над ограждением, правильно, какими-то частями тела. Вот даже плечо, грудь, вы уж извините за такие подробности, держит на руках ребенка, соответственно и ребенок уже на руке, занад или над. Подождите, это очень важно за или над? Ну за, он женат. Ваша честь, контрольное слово, грудь. Анастасия сказала, что стояла лицом к вольеру, ребенка держала перед собой, я забываю за грудь, я все время считаю и сужу. Потому что ребенок, ну 20 сантиметров, вы еще говорите он пухленький, это тело ребенка, он уже съедает 10 сантиметров, которые были до ограждения. Там ограждение, само это 50 уголок, 5 сантиметров, оно узкое, то есть уже если у ребенка тело 20 сантиметров, то он уже часть своего тела был за контрольным ограждением, плюс извините грудь Анастасии, она же держала его на уровне груди. Метр это от пола, ну извините. Я просто не помню, чтобы кто-то говорил, что Анастасия стояла лицом к вольеру. Лицом Анастасия сказала. Вы стояли лицом к вольеру. Я стояла лицом к вольеру, но я давала пояснение, что у меня ребенок был на бедренной кости, ребенок нелегкий и так его легче держать. Давайте так, вот вольер, вы стояли вот так или так? Вот так. Подождите пожалуйста, вот так вольер, я правильно понимаю? Да. Вот лицом к вольеру, а ребенок сбоку, вот здесь на бедренной части, то есть на вот этой косточке бедра, я всегда его так держала, потому что так удобно и так держать не тяжело. Защитник, повторите пожалуйста, ваш вопрос, а то мы все его уже забыли. Вопрос очень простой, туловище, тело не рукой, плечом туловище, телом ребенок за барьер, в полость между барьером и вольером заходил, вы видели или не видели? Я видела, получается, что ребенок, сидя на руках у матери, в поступающей части, где грудь, ребенок, да, там был над ограждением. Часть малыша? Часть малыша, за ограждением, это вот, а ограждение, это вот туда его посадили, и вот он за ограждением. Критерии у нас сейчас важны именно за, мы не говорим над, мы не говорим под, мы говорим за. Я хочу, чтобы вы правильно меня поняли, почему я не отвечаю вам четко на вопрос. Вот вольер, вот перила, малыш вот здесь находился, вот в этом промежутке между вольером и перилами. Получается, да, но я еще раз говорю, за, это вот здесь оно находится. Вот я стою, и в любом случае, моя выдающая часть находится за ограждением. Какая часть малыша там находилась? Ну вот, он, получается, сидел у нее полубоком, вот ее левая сторона. Плечо, получается? Левая сторона, ручка, вот, это вся сторона. То есть левая сторона туловища, плеча ребенка пересекла границы барьера? Да. Очень хорошо. Вот теперь поясните, пожалуйста, какое расстояние, какой длины было пересечение барьера у ребенка? Уже пояснила, часть плечика. Все плечо, половинка плеча, четверть плеча, если вы позволите, пусть пояснит, если она видела. Я видела, я видела ребенка в целом, я не видела его плечо, вот. Я вижу ребенка, обзор ребенка, ребенок сидит у матери на руке, левая сторона была у него выдвинута, точно так же, как я сейчас стою, так же ребенок выдавался вперед. Понятно, спасибо большое. Поясните, пожалуйста, вы стояли по правую сторону от дочери? С какой стороны? Вот ваша дочь только что пояснила, что она смотрела на вольер прямо, если что поправите меня, левой рукой держала ребенка, ребенок висел на бедренной кости. Правильно? Так было сказано. Да. И она была 10-15 сантиметров сама на расстоянии от отжимного барьера от этого уголка, чтобы было понятней, справа была ваша дочь. Вы стояли по правую сторону от вашей дочери? Я смотрела на нее вот так вот. А муж ваш где находился? Вот так вот. То есть правильно я понимаю, вы видели лицо ребенка? Да. Прекрасно. Скажите мне, пожалуйста, голова ребенка пересекла границу вольера? Ну, ребенок сидел на руке. Вот вы говорите, часть, плечо, голова, ребенок сидел на руке, естественно та часть, что сидела на руке, кроме ножек, она сидела на руке. То есть, уважаемая Оксана Геннадьевна, рука вашей уважаемой дочери вместе с ребенком была за барьером, так? Да. Благодарю. Нет вопросов, ваша честь. Так же как и грудь, как и все остальное, я стою, и у меня получается за барьером. Но это не значит, что взяли и перенесли. Понимаете? Я еще раз хочу, чтобы вы правильно поняли, чтобы не было интерпретации другой. Защитник, вы задали все вопросы? Да, ваша честь. Теперь я хочу задать вам вопросы. Ребенок и рука, на которой сидел ребенок, какая часть была за барьером? Ее плечо, на котором находился малыш, не пересекало? Нет, не пересекало, а вот рука, да, которая держит ребенка. Пересекало. То есть, малыш находился между вольером и ограждением? Ну, на руке, да, получается, сама она не пересекала, и ребенка она не переносила, она просто держала на руке. Подошла, вот как она подошла, и этот локоть, как вы его интерпретируете, занад. Я оцениваю ваши показания, вы поймите. Я вам просто говорю то, что видела дочь, стоящую у барьерного ограждения, никуда она не заходила, ребенка не переносила, держала ребенка на руках, хотя он хаотично мотылял ручкой в этот момент. Как понять, не переносила. Как она стояла? Стояла вот так, и держала ребенка на руке. Часть руки, это локоть. Да, только локоть. Локоть. Сидящий на этом локте малыш и барьер. Над ограждением. Ваша честь, разрешите сделать замечание представителю, он подсказывает на ухо, что говорит свидетелю. Представитель, прошу соблюдать регламент, давайте просто подытожим еще раз. Мы понимаем, что малыш, ваш внук, вам эти вопросы, возможно, уже все надоели, но это необходимо выяснить. Понимаете? Кстати, часть левой руки Анастасии Витальевны, которая находилась и его часть тела. Понимаете, когда ребенок такого веса, она не может с ним наклониться. Она просто упадет. Вы держали когда-нибудь весомого ребенка. Я просто понимаю, если бы было ограждение, я бы на него облокотился. И вот так стоял бы. Не облокотился, очень низко. Но бедром, костью-то забедренного сустава. Зачем? Нет, ну вы спросили. Зачем облокачиваться, если она его держит на бедре, не надо никуда облокачиваться. Давайте так, просто это важно. Почему это важно? Мы будем еще много свидетелей допрашивать, но важны ваши показания, поскольку вы являлись очевидцем. Поэтому скажите, какая часть малыша, какая часть вашей дочери Анастасии была за границей этого барьера? Рука левая, да, на которой находился малыш. Рука левая, так же как и грудь, рука и ребенок, сидящий на руке. Все понятно, скажите, пожалуйста, в данный момент из поля зрения Анастасии и малыша вы пропадали? Нет, нет. Я стояла, разговаривала и ждала, когда они подойдут. Ваш супруг также лицезрел их? Лицезрел, мы постоянно разговаривали. Между нами бегала наша 11-летняя дочь. Скажите, пожалуйста, если вы постоянно наблюдали за ними, ваша дочь не подносила двумя руками малыша к вольеру? Это невозможно, он очень тяжелый. Нет, конечно, однозначно. Такого не было, я услышал. Скажите, пожалуйста, было ли такое, видели или не видели или допускаете такое, чтобы малыш коснулся к вольеру, что малыш схватился за сетку? И возможно, нападение тигра и произошло от соприкосновения пальца малыша и лап тигра при взаимодействии с клеткой. Такого не было. Мы контролировали его ручку, чтобы, не дай бог, ни к чему не прикасался. Так что, он в принципе с ней не соприкасался? Нет. С сеткой? С сеткой нет, конечно, это однозначно. Я еще раз вам говорю, воспаленные десна, что такое воспаленные десна, малейшая инфекция и начинается стоматит у ребенка. Все версии имеют доказательства. Я не против, я просто поясняю. Все, я вас понял. Есть еще вопросы? Да, уважаемый суд. У меня есть один вопрос, уважаемая Анастасия. Очень кратко, исключительно в части показаний вашей уважаемой матери, на предмет, что локоть, грудь, ребенка, ваша рука пересекли границу отжимного барьера. Вы подтверждаете ее показания? То же самое, я отвечу, как и на вопрос подтверждения показаний отца, я не буду отвечать на этот вопрос. Воспользуйтесь 51 статьей Конституции? Естественно. Благодарю, Ваша честь. А вы, госпожа Оксана Геннадьевна, поддерживаете свои показания данные сегодня? Да. Кое-какие есть противоречия с показаниями данными на предварительном следствии. Сторона защиты считает нецелесообразным подавать ходатайство о разглашении показаний данных на предварительном следствии. Сторона защиты получила ту информацию, которая необходима для законного и обоснованного приговора. Благодарю. Скажите, пожалуйста, возможно вы что-то упустили, желаете что-то от себя добавить? Я единственная, последнее, что хочу в заключение сказать, что никто не заносил ребенка за ограждение, никто не подносил ребенка к клетке, никто не делал это намеренно, никто не нарушал технику безопасности. Мы находились все вместе. Мы контролировали все эти моменты. Процессы мы проходили много часов по этому парку. У многих клеток мы останавливались, рассматривали я с чистой совестью говорю. Такого быть не могло. Можно через призму предварительного следствия рассмотреть, я оглашу буквально одну фразу. Будут возражения. С целью уточнения, оно как бы не противоречит, но и не прозвучало в контексте. Ставим вопрос о возможности оглашения показаний. Это доказательство стороны обвинения. Сторона защиты не против. Том 1 лист дела 164-166. Тигр ударил по стенке клетки и она стала очень сильно гнуться, зацепившись за кофту Леона, лапа сорвалась и оторвала ему большой палец левой руки. Вот эти показания в контексте того, что сегодня озвучили. Насколько они соответствуют тому, что было сказано? Во-первых, это писала не я, это написано с моих слов. А читали? Значит, как я и говорила, тигр прыгнул сверху и лапой зацепил, потянул кофточкой, сорвал, это мои догадки. Я так изложила, сейчас я поясняю суду, что прыгнул тигр сверху, ударил двумя лапами. Ручка попала в его, так сказать, удар и отрезал. Для исключения всех противоречий прошу предоставить на обозрение протокол следственного действия. В присутствии всех оглашается уголовное дело том 1 страница 164, видео 165 Третьякова Оксана Геннадьевна. Это ваша подпись? Да. Здесь указано, об уголовной ответственности за отказ, задачу показаний и задачу заведомо ложных показаний, предупреждено. Ваша подпись? Да. Вам предоставили статью 51 Конституции, статью 56 Уголовно-процессуального кодекса? Да. В конце лист дела 66, в конце ваша подпись, где указано, что протокол прочитан лично, замечаний к протоколу не имею. Да. На вас следователь оказывал какое-либо психологическое или иное давление? Никто не оказывал на меня психологического давления. Субтитры сделал DimaTorzok